Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Насколько подробно необходимо рассказывать о грехах на исповеди? В большинстве храмов Русской Православной Церкви вам скажут, что исповедоваться надо предметно, без подробностей, четко и по существу. С одной стороны, такая традиция возникла, потому что очень мало времени остается на исповедь. Допустим, в храме служат два священника, литургия длится около полутора часов. За полтора часа ты должен успеть исповедовать сто человек. Вы посчитаете, ты больше одной-двух минут на одну человеку делить не можешь, а то этого меньше. Поэтому предполагается, что ты уже провел хорошую аналитическую работу дома, ты понял, в чем пред Богом пригрешил, ты видишь свою зависимость, ты хочешь от этого избавиться, от этой греховной привычки, от этих страстей, которым ты порабощен, и четко по существу говоришь, в чем же ты, собственно, каешься. В осуждении, в разнословии, сквернословии, в самомнении, в самолюбии, в эгоизме, в гордости, в тщеславии, в чревоугодии, в нарушении поста сейчас в каждом, в каждой исповеди, невнимание в молитве. Ну, мы до конца не будем в этом каяться. Просто не надо подробно рассказывать. От 26 числа я отвлекся на четвертой молитве в утреннем правиле, а 25 числа отвлекся на всем вечернем правиле настолько, что прочитал утреннее место вечерних. Всякое бывает. Таких подробностей не надо. Или вот осудил соседку Валю, которая тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та, вот соседа Мишу, которая тра-та-та-та-та-та-та-та, мужа моего, который тра-та-та-та-та-та-та, детей понеслось и понеслось и понеслось. Я понимаю, что большинство из вас хотело бы превратить исповедь в психоанализ, чтобы вас пожалели, чтобы вас утешили, чтобы оправдали всячески ваш поступок, потому что, конечно же, вы, обиженная или обиженная совершенно, на ровном месте, вы повода никакого не давали, ни видом своим, ни словом, ни делом, вот просто так, вот ссора на ровном месте, и с мужем, и с свекровью, и с тестем, и с зятем, и с невесткой, вот просто сидела, вышивала крючком, читала Писание, слушала Баха, и тут, как начали с тобой спорить, ты рот даже не открыла, вот та ссора на ровном месте, ну, так не бывает на самом деле, поэтому же желание оправдаться оставьте при себе, ведь не имеет значения, насколько справедлив был твой гнев, не имеет значения, насколько праведной была твоя полемика, какие были мотивы, важно в том, что в твоем сердце, в результате этой защиты праведного дела, ненависть, злость, раздражение, злоба, желание мести, дух немирный, ярость, осуждение, и много-много чего еще, то есть какая разница, что было поводом твоей ссоры, важно, что тебе внутри, ибо если ты в результате очень острой полемики в этот момент умрешь от инфаркта, или от инсульта, или еще чего-нибудь, то вот эта вся гадость в сердце твое будет с тобой в вечности, мы называем это состояние адом, ад это то, что внутри тебя, он заперт изнутри, а не то, куда тебя направляют, имейте в виду, поэтому помня, смерть в век не согрешишь, говорят отцы, поэтому если хотите что-либо активно защитить, в частности, свое мнение, то подумайте, вот если вы в этот момент душу Богу отдадите, то в каком состоянии вы ему ее дадите, так вот, вот такие подробности, они не нужны, нужно, нужно рассказ по существу и желание исправления, и спрашивание у Бога помощи, благодатной помощи в исцелении душевных ран, вот, поэтому я, как человек заинтересованный, призываю вас говорить по существу, потому что это разговор не со священником, это ваш разговор с Господом Богом, он все подробности знает, знает имена, фамилии, адрес ваших соседей, адрес ваших недругов, номера снилсов, паспортов, где они там, кем были выданы и так далее, фотографии в анфас и в профиль, подробности ему не нужны, он их знает, вот, а вы уже проработав все свои ситуации с точки зрения аскетики, с точки зрения лествицы, и она лествичника, душеполезных советов, авадорофея, с точки зрения Библии, уже с готовым домашним заданием, идете к батюшке, каетесь в этом, батюшка прощает вас, разрешает, ну, не в смысле, все, иди греши, как и раньше грешил, в смысле, развязывает, то есть, вашу связанность руками по ногам, и с миром идите дальше творить добро. Все. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.